Мы увидели двух бойцов, которые вышли на ринг и старались оспорить пальму перенства. Разница в весе была огромная, разница в росте и в весе была огромная. Но несмотря на это, мы увидели, что такое действительно техника, что такое настоящий боец, что может противопоставить техника и тактика мастера против любого бойца, который может выйти ему и составить конкуренцию. Ну а мы сейчас наблюдаем выход на ринг третьей пары. Это Юрий Горбенко из города Энергодар Запорожской области. Он является чемпионом СНГ, многократным чемпионом Украины по тайскому боксу и по кикбоксингу. Таким образом, Юрий довольно опытный боец, известен в спортивных кругах. И сегодня он вышел в ринг против Александра Цурпикова. Да, да, того самого известного Александра Цурпикова, который в прошлом году завоевал сердца харьковчан на международной арене Дворца спорта «Локомотив». И сейчас он повторно, кстати, очень после жесткой операции, выходит на ринг, чтобы принять участие и оспорить то же самое право, которым он завоевал в позапрошлом году. С той же самой улыбкой, но, как мы видим, шрамы украшают его тело. Посмотрим, что Александр сможет нам показать сегодня. Я немножко добавлю к сказанному Юрию. Я общался с Александром перед поединком. Он настроен, в общем-то, на победу. Но надо учитывать то, что человек провел как минимум полгода на лечебной койке. 16 ножевых ранений, в общем-то, заглянул в глаза костлявой, как говорится, и смог вытащить себя с того света человек. И он действительно является бойцом и действительно является мужчиной с большой буквы. Итак, поединок начат. Цурпиков сразу же бросился в атаку без разведки. Помятую, что техники, характера и бойцовских качеств ему не занимать. Он сразу взялся за дело и хочет с первых секунд взять преимущество в свои руки. Мы посмотрим, что может противопоставить этому Горбенко. Вот великолепный бросок провел. Ну, он низкобальный, поскольку сам Александр оказался на полу. Да, я думаю, этот бросок оценят судьи в один балл. Как мы видим, не поддался на его прессинг Юрий Горбенко. Очень жестко встречает. Проводит очень жесткие встречные удары. Хорошо видит, что показывает его опыт и мастерство. Прекрасно двигается. Занял позицию хорошую. Он завоевал центр. Вначале отсиделся немножко в обороне. Посмотрел на атаки Цурпикова. И сейчас... Отличный встречный удар. И Александр пошатнулся. Пошатнулся, конечно. А вот и оказался на полу. Ну, что ж... Времени, конечно, было очень... Он оспаривает. Сейчас пытается оспорить то, что он в нокдауне. Хотя мы прекрасно видели, что, в общем-то, он потерял ориентацию. Это действительно был нокдаун. Юрий Горбенко пытается закрепить свой успех, сразу переходя в атаку. Хорошая серия, кстати. Работает... Начинает от рук и заканчивает лоу-киком, ударом по ноге. И если бы не гон, неизвестно, чем бы закончился этот раунд. Да, действительно. Ну, что ж, первый раунд завершен. Представляю спортсмена в красном углу. Юрий Горбенко. Город Энергода. Прекрасный раунд. Динамичный, красивый. Ну, я думаю, если Александр Цурбиков не поменяет тактику, не сможет ему и противопоставить Юрию, то тяжело придется Александру здесь. Поймал его сразу Юрий Горбенко на встречных движениях. Мы это видим сейчас на повторе. И проводит великолепные встречные удары в голову. А вот тот самый удар, который пошатнул Александра. Да, он потряс его буквально. Потряс, а дальнейшие удары просто-напросто. Вот и концовка. Акцентированный удар в челюсть боковой. И Цурбиков оказался на полу. Ну, что ж, начался второй раунд. Мы посмотрим, смог ли восстановиться Александр. И смог ли что-нибудь придумать, противопоставить тактике Горбенко. Да, Цурбиков. Жаргонное выражение нарвался на хорошего соперника. Во втором раунде он опять пытается сейчас сразу же в начале раунда прессинговать преимущество. Но Юрий Горбенко продолжает свою тактику и встречными ударами останавливает его. И сам переходит в атаку. Все. В общем-то, не смог Цурбиков взять инициативу в свои руки. И Михаил, Юрий, прошу прощения, Горбенко, методично продолжает обрабатывать его прямыми ударами навстречу и на отходе в голову. Попытка броска у Цурбика не получилась. В общем-то, это единственное, что ему осталось. Входить в ближний бой. Все мы помним его великолепные боковые удары, которые продемонстрировали в 2005 году. Но сейчас, как мы видим, они не проходят. Напоминаю, что Цурбиков, в общем-то, долгое время провел на... В больнице? Да, в больнице и лечился. В общем-то, множество операций. Мы видим, что этот мужчина в татуировках и теперь в шрамах. Все тело покрыто шрамами. Врачи боролись за его жизнь. И он сам боролся за свою жизнь. В общем-то, и сейчас, находясь на ринге, этот мужчина с большей буквы пытается доказать, что он, в общем-то, продолжает оставаться воином и победителем. Он действительно продолжает оставаться воином. И второй раунд отстоял. Прекрасно отработали спортсмены. В общем-то, было много технических действий и попытков расколов. Хорошие были технические действия и руками, по корпусу и в голову. Много мы видели ударов ногами. Не было клинчей, не было возни, не было, как говорится, шелухи. Действительно, бой проходит очень динамично и красиво. Позвольте вам напомнить, друзья, что Александр Цурпиков является чемпионом мира по кик-джитсу и является победителем отборочного турнира «Честь воина» 2005 года. А Юрий Горбенко, представляющий «Энергодар», чемпион СНГ и многократный чемпион Украины по тайскому боксу и кикбоксингу. Вес спортсменов приблизительно одинаковый. Юрий весит 90 килограммов, а Александр Цурпиков – 93 килограмма. Вот попытка прижать к углу Александра, не приносит ему успеха, переходят они в клинч. И Юрий сблокировал удары, перешел на свою привычную дистанцию. Продолжает обрабатывать прямыми. Александр готовит очередную серию. В каждом раунде Александр Цурпиков в начале раунда пытается взять инициативу в свои руки, но Михаил жестко встречает его и пресекает все попытки атаки Цурпикова. Цурпикова. Стали бойцы, меньше стало активом. Но как только переходят они к каким-то действиям, сразу идет взрыв. Взрыв мышц, работы мышц, работы ног. И, соответственно, приносят какие-то плоды свои. Сейчас они обменялись ударами. Горбенко встречный удар нанес, а атакующей манере нанес Цурпиков Александр. Юрий в третьем раунде, по всей видимости, получил указание от своего секунданта и тренера. Он пытается войти в клинч и нанести удар коленом. До этого момента мы не видели этого технического действия. Я напоминаю, что удар коленом разрешен. По правилам проекта «Честь воина». И несколько раз была попытка Юрия Горбенко сделать данное техническое действие. Ну вот конец третьего раунда. И это первый поединок, который мужчины Юрий Горбенко и Александр Цурпиков выстояли. Действительно, это был поединок интереснейший. Он прошел в хорошем темпе. Спортсмены показали все, на что они способны. И судьи вынесут свой вердикт. Ну, сейчас мы видели, как прошел прямой удар, такой даже косой удар Александра Цурпикова. Но, к сожалению, он был неактивным, не сильно контакт попал в цель. Поэтому Юрий скользящим движением головы сам удар не принял на челюсть, а пропустил мимо себя. И он не принес плодов Александру Цурпикову. Хотя мог бы изменить весь поединок. Победу в этом поединке одержал Юрий Горбенко. Юрий Горбенко победил в этом поединке заслуженно, действительно. А Александр Цурпиков, надо, в общем-то, приветствовать его аплодисментами и стоя. Потому как этот боец действительно тоже заслужил уважение и похвалу за свое мужество и за те черты характера, которые должны быть присущи любому мужчине. Ну, а мы будем ждать его на следующих турнирах и надеемся, что он...